Ага, вот, все-все хорошо. Своё произведение Шостакович назвал трагической сатирой. При постановке по мотивам повести Лескова композитор и либретист поменяли лишь мотивы поступков Катерины Львовны. Авторы сделали её не только порождением купеческого быта, но и жертвой жизненного уклада того времени. У оперы «Непростая судьба» публика впервые увидела спектакль в 30-е годы. Назывался он, как и повесть, леди Магбет Нценского уезда. Тогда постановку жестко раскритиковали, и она исчезла со сцены почти на 30 лет. Позже Шостакович сделал новую редакцию и назвал её Катерина Измайлова. Этот вариант в дальнейшем и был показан в Москве. В Самарском театре оперы и балета представлена первая редакция спектакля. Поставил её известный режиссёр Георгий Исаакян. Премьера оперы состоялась в мае прошлого года в честь 110-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича. И то, что у Самарского оперного театра сегодня достает сил для того, чтобы играть, наверное, одну из самых сложных партитур в мире, партитуру Шостаковича, причём первую редакцию леди Магбет Нценского уезда со всеми её невероятными сложностями и для оркестра, и для солистов, и для хора. Конечно же, в первую очередь, это заслуга театра, его художественного руководства. Номинантами «Золотой маски» артисты Самарского театра оперы и балета становились и в прошлом году. Тогда этой честью удостоился спектакль «Дамы пик». Постановка леди Магбет Нценского уезда на главной театральной премии страны представлена в пяти номинациях. Качественно поменялся уровень спектаклей, и мы поднялись на какую-то вот эту ступеньку, и после прошлого года, когда мы были номинированы, уже, конечно, ниже планку задавать никак не хочется, поэтому только поднимать и поднимать планку. Я когда разговаривала уже с публикой, с людьми, которые к музыке не имеют отношения, они сказали, мы посмотрели хороший фильм. Покорить столичную публику самарским артистам предстоит 22 февраля, а уже в апреле на сцене музыкального театра Станиславского и Немировича Данченко назовут имена победителей «Золотой маски». Алина Чемерец, Константин Головин. События.